доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и очень часто очень часто мне задают вопросы по простой зрительно-моторной реакции эти вопросы я вижу когда люди запрашивают какую-то информацию у нас на сайте многим не пишут на электронную почту задают вопросы я на них стараюсь отвечать индивидуально но признаться очень очень много вопросов по этой методике и результатам этой методики на данный момент мы с вами находимся на странице нашего сайта lpfo.pro и соответственно в разделе 4 2.2 pzmr вот здесь у нас представлены все автоматизированные методики которые мы используем в своей работе тут и шульте и pzmr простая зрительно-моторная реакция и с smr и реакция на движущийся объект и краткий отборочный тест и тест равена mmpi дембору бинштейна и так далее данный момент открыта страница простая зрительно-моторная реакция задают вопросы что значит простая зрительно-моторная реакция что значит время простой зрительно-моторной реакции я сейчас попытаюсь очень кратко и просто и доступно объяснить вам в чем тут дело соответственно первое о методике простая зрительно-моторная реакция методика измерения реакции светового стимула оценивает функциональное состояние центральной нервной системы методика предназначена для исследования основных нервных процессов возбуждения и торможения на основе этих показателей возбуждения и торможения можно сделать ряд выводов существует специальная формула их всего она даже не одна их всего две ну условно будем говорить давайте три там есть еще одна под формула на основе этих показателей возбуждения и торможения как человек реагирует на световой стимул на экране монитора можно сделать вывод о более высоком нервно-психическом процессе. Этот нервно-психический процесс называется «внимание». То есть у нас есть низшие психические функции и высшие психические функции. В данном случае «внимание» является одной из характеристик высших психических функций. На основе реакции, простой зрительно-моторной реакции, можно оценить время самой реакции. То, что я сейчас начинаю перечислять, входит в оценку той самой основной главной формулы, которая позволяет оценить более высокие психические функции. То есть на основе реакции человека, скорости реакции за определенный промежуток времени, можно оценить концентрацию внимания, ее устойчивость, стабильность. Как следствие, подформула позволяет оценить вероятность ошибок и срывов деятельности, когда действие происходит на опережении или наоборот с каким-то запаздыванием. То есть что в человеке в данный момент преобладает? Процессы возбуждения или процессы торможения. Уравновешены эти процессы, не уравновешены эти процессы. Это позволяет оценить реакция на световой стимул. Она определенным образом замеряется, по определенной формуле рассчитывается. И в итоге мы получаем ряд показателей. В итоге, в конечном итоге, можно оценить деятельность человека в целом. Оценить, как он будет действовать в ситуации, связанной с каким-то случаем в его непосредственной деятельности. Будь то производственной, промышленной, какой-то операторской деятельности. И реакции его, может быть, где-то в ситуации дорожного движения, где угодно. Соответственно, чем выше скорость реакции, тем лучше человек. И, соответственно, второй момент, это уравновешенность, неуравновешенность этой самой реакции. То есть, обратите внимание, сейчас я вам покажу и перейду. Обратите на это внимание на реакцию РДО. Вот здесь вот у меня открыт экселевский файл. Результат конкретного исследования. Речь идет здесь, в данном случае я показываю результаты по методике РДО, реакции на движущийся объект. Но она наиболее наглядно демонстрирует то, что происходит. Обратите внимание, мы фиксируем количество стимулов. В данном случае человек проходил 3 серии по 20 стимулов. Вот всего 3 серии проходил по 20 стимулов каждой серии. Это относится как к РДО, тут очень наглядно в этой таблице представлено, так и к ПЗМР, простой зрительно-моторной реакции. И та и другая методика оценивают именно скорость реакции человека. И соответственно программа, компьютер рассчитывает так называемое среднее время реакции. В данном случае вот здесь вот он среагировал 45 миллисекунд, здесь 34 миллисекунды, здесь 23 миллисекунды. Человек происходит так называемый процесс вырабатывания человека в деятельность. Это наблюдается буквально во всех психофизиологических пробах и методиках. Будь то таблицы Шульте, будь то простая зрительно-моторная реакция, будь то сложная зрительно-моторная реакция, будь то реакция на движущийся объект. Не важна сама методика как таковая. Сама методика ПЗМР, СЗМР, РДО, Шульте, Шульте, они являются лишь инструментами, позволяющими каждое оценить в той или иной мере с большей или меньшей точностью оценить среднее время реакции. Это является основным показателем этих трех проб. И вот здесь вот эти реакции в миллисекундах представлены. Далее, для того, чтобы оценить человека, его работоспособность существует, как я уже сказал, специальная формула. И вот посмотрите, здесь вот у нас внизу идет результат по методике РДО. Мы рассчитываем среднее время реакции и программа рассчитывает в миллисекундах с учетом нормы по возрасту и полу. Это очень важная индивидуальная норма или общепопуляционная или индивидуальная норма. Соответственно, в данном случае среднее время реакции составляет 34 миллисекунды. И далее, наглядно и просто показано, что в этот момент происходит у человека в момент его выполнения этого задания. То, о чем я говорил. Уравновешенность, неуравновешенность процессов возбуждения и торможения. И, соответственно, стабильность, нестабильность этих самых процессов. Обратите внимание, два фактора основных являются. Это среднее время реакции и, как следствие, на основании уравновешенности, неуравновешенности процессов возбуждения и торможения рассчитывается процент стабильности этой деятельности. То есть реакция может быть в пределах нормы, но она может быть нестабильна. Предположим, человек утомляется в процессе рабочей деятельности или вождения автомобиля. И в какой-то момент наступает момент утомления. Соответственно, мы можем говорить о том, что процессы возбуждения затормаживаются. Наступает момент, когда преобладать начинают процессы торможения. И, соответственно, в этом случае можно говорить о том, что человек перешел некую границу нормы. Свою индивидуальную, ну и, соответственно, допустим, возрастную или половую. То есть мужчин и женщин. У всех разные. У мужчин более высокая скорость среднее время реакции. У женщин незначительно, но среднее время реакции, без исключения, ниже всегда. И, соответственно, на основе этих данных мы получаем результат стабильно, устойчиво. Центральная нервная система человека или неустойчиво. То есть, соответственно, может он выполнять заданную деятельность с должным уровнем эффективности достаточно продолжительное время. Повторю еще раз главный вывод. Может ли человек выполнять деятельность с заданным уровнем эффективности, без аварийности работы, без аварийности вождения автомобиля или наблюдения за блочным щитом управления на атомной станции. И, соответственно, насколько стабильно эта деятельность будет им осуществляться. Он может дальше продолжать утомляться, но деятельность будет выполняться. То есть, функциональные резервы организма будут восполняться каким-то образом, открываться какие-то новые резервы, ресурсы. Как говорят в спортивной психологии, у человека может открыться второе дыхание. И, соответственно, он продолжит выполнять свою деятельность устойчиво, стабильно, с заданным уровнем эффективности, при этом затрачивая какие-то внутренние резервы организма. Ну вот, по сути говоря, я повторил, как бы в кавычках выделил. Давайте третий раз повторю, чтобы вопросов не было, потому что буквально через 3-4 письма эти вопросы задают. Выполнять деятельность с должным уровнем эффективности, без аварийности и с определенным уровнем стабильности в своей деятельности. Люди различаются по многим-многим признакам, факторам. И если мы берем отдельно взятого человека, определенного возраста, 20-30 лет, 30-40 лет, 40-50 лет и так далее, соответственно, у всех у них, даже с учетом возраста, прослеживаются изменения. Понятно, что 60-летний, 50-летний работник менее стабилен, менее уравновешен, быстрее истощается, утомляется, нежели работник, предположим, в возрасте от 20 до 30 лет. И об этом свидетельствуют вот эти самые реакции. То есть скорость, вернее, об этом говорит по определенным формулам перерасчета среднее время реакции человека. Соответственно, давайте я вам еще покажу результат ПЗМР. Так это выглядит. Неспецифическая работоспособность. Итоговый вывод. Высокая, низкая, средняя. Обратите внимание, тут тоже рассчитывается. Это результат по методике ПЗМР. Среднее время реакции, минимальное время реакции, максимальное время реакции и ряд других показателей. Кому интересно, остановите воспроизведение видео, посмотрите внимательно на эту таблицу. Практически здесь изложены все те данные, все те переменные, которые входят в эту основную формулу расчета итогового показателя работоспособность человека. В данном случае она низкая. Давайте вернемся еще раз к РДО. Соответствует норме. Уравновешенность, неуравновешенность. И опять же, стабильность, нестабильность. Устойчивость, неустойчивость процессов ЦНС. Фактически это одно и то же. То есть некая стабильность и работоспособность высокая, низкая, средняя. Методика пришла из психофизиологии, из промышленной психофизиологии. И вот такие вот ее результаты. Остановите, посмотрите, изучите, как это выглядит в компьютерной программе и какие результаты мы видим. Ну и здесь то же самое. Остановите, запаузите это видео и посмотрите, что рассчитывается для того, что, какие показатели учитываются для того, чтобы рассчитать норму, уравновешенность и стабильность, надежность деятельности. Подобно тому, как эта работоспособность рассчитывает ПЗМР. Ну и давайте вернемся на наш сайт. Здесь в разделе 4, 2, соответственно, представлены первым Шульте, ПЗМР, СЗМР, РДО. Четыре функциональных пробы. Есть другие методики, над которыми мы сейчас работаем. Но на данный момент они достаточно сложны, эти методики. Эти методики нами реализованы и позволяют оценить работоспособность человека, его неспецифическую работоспособность, его функциональное состояние, концентрацию внимания и, соответственно, его успешность в работе, в деятельности и так далее. На этом, пожалуй, все. Будут какие-то вопросы, продолжайте их ради бога задавать. Если найдете какой-то интересный вопрос, я с радостью попытаюсь ответить или вам в письме, или же опять же в каком-то видео. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!